Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Начну, конечно, с самых приятных новостей. 8 апреля число подписчиков на моем канале перевалило за тысячу, и это просто с ума зайти. К моменту, как я записываю это видео, вас уже гораздо больше, и я всю неделю удивлялась этому числу. Каждый раз, когда заходила в статистику, я до сих пор еще к этому не привыкла. Наверное, вы все догадываетесь, что для блогера первая тысяча это какой-то такой символический, очень важный рубеж, и я не стала исключением. Поскольку я радовалась и пребывала в таком хорошем настроении по этому поводу всю неделю, я решила порадовать кого-нибудь из вас и подарить тысячу рублей на книге. Мне хочется, чтобы человек, который выиграет эти деньги, купил на них себе какую-нибудь особенную книгу. Мне кажется, у всех у нас есть такие хотелки, которые вроде много стоят, и тратиться на них жалко, и вот ты все время их выкладываешь из корзины, кладешь обратно, потом опять выкладываешь, думаешь, ну когда-нибудь потом, ну кто-нибудь подарит. И было бы классно, если бы мои деньги, мой подарок помогли бы кому-нибудь осуществить такую мечту. Конечно, я не настаиваю. На тысячу рублей можно купить сразу несколько книг, пусть победитель распорядится ими, так как ему будет удобно. Это может быть сертификат на Зон, на Лабиринт, на Вайлдберрис, или если победитель захочет купить книгу в офлайн-магазине, я просто переведу ему эту тысячу на счет. К сожалению, география участников конкурса в этот раз будет ограничиваться Россией. Я знаю, что у меня есть подписчики из других стран, но пока, к сожалению, так. Я думаю, что еще найду какой-нибудь способ порадовать и вас тоже. Ну и, наконец, о самом важном. Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Ну, во-первых, нужно подписаться на мой канал, это обязательное условие. Нужно поставить лайк этому видео. И, наконец, нужно написать какой-нибудь комментарий к этому ролику. Начните этот комментарий со слова «участвую». Так я точно буду знать, что вы принимаете участие в розыгрыше и присвою вам какой-то порядковый номер, из которых потом уже рандомайзер выберет победителя. Комментарии, остальная его часть, может быть, о чем угодно. Вы можете написать что-то о книгах, про которые я вам сегодня расскажу. Можете написать, почему вообще вы решили подписаться на мой канал, что вам здесь нравится. В общем, тут я вас не ограничиваю. Подписка на канал, лайк этому видео и комментарии со словом «участвую». Все очень просто. Я подведу итоги ровно через неделю, 28 апреля. Видео с выбором победителя будет обязательно в моем телеграм-канале, поэтому подпишитесь и на него тоже. Ссылочка, как обычно, будет в описании к этому ролику. Ну и, конечно, когда победитель определится, я приду в комментарии и непременно его тегну. Так что следите за уведомлениями. Ну а теперь переходим непосредственно к книгам, а точнее к моему прочитанному за февраль и март. Очень странные выдались месяцы, потому что в феврале я прочитала 3 книги, а в марте я прочитала 11 книг. Это абсолютно рекорд. Я никогда так много не читала за месяц. Самое интересное, что я не делала ничего специально. Это был обычный месяц, похожий на все остальные. То есть я не могу сказать, что у меня было как-то много свободного времени. Просто так получилось. Но справедливости ради, некоторые книги из этого списка были очень небольшого размера. Возможно, это мне как раз помогло прочитать так много. В любом случае, книги разные, книги очень интересные, книги, которые можно долго обсуждать, книги, после которых остается такое странное послевкусие, и ты их постоянно обдумываешь. Книги, которые, ну, прочитал, и слава богу. В общем, список собрался, правда, очень такой разношерстный, и я надеюсь, что каждый из вас найдет в нем для себя что-нибудь интересненькое. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, наливайте себе чай, кофе, потому что разговор, как вы понимаете, нам предстоит долгий. Мой март начался с романа «Брак по любви» Моники Али в переводе «Любови Корцевадзе». Я слушала эту книгу. Мне кажется, что многие из вас ее видели у кого-нибудь из блогеров, потому что, когда она вышла в издательстве «Синбад», то она делала немало шуму, в первую очередь, благодаря своему наикрасивейшему обрезу. Я, честно говоря, когда увидела ее в книжном магазине, тоже у меня был порыв ее купить, но я как-то немножко притормозила. И, если честно, не ошиблась, потому что сейчас я точно знаю, что я не буду перечитывать эту книгу, и на полках она мне вряд ли бы пригодилась. Вы знаете, эта книга немножко обманщится, и обманывает она в первую очередь своей аннотацией, потому что, когда ты ее читаешь, ты ожидаешь одного, а оказывается, там все совсем по-другому. В центре сюжета двое молодых людей — Ясмин и Джо. Они врачи, Джо работает в родильном отделении, Ясмин в отделении гириатрии, и они собираются пожениться. Наконец-то они дозревают до важного шага — знакомство родителей. И все бы ничего, но их семьи просто максимально разные, потому что мать Джо — очень эксцентричная женщина, ярая феминистка, писательница, очень яркая, независимая, ей палец в рот не клади, а родители Ясмин — индийские мигранты и религиозные мусульмане. Поэтому, конечно, когда ты читаешь такую аннотацию, тебе кажется, что вот-вот сейчас произойдет столкновение двух культур, и молодые люди будут вынуждены балансировать между своим желанием пожениться и нежеланием их семей, так скажем, принимать друг друга. Но все совсем не так, потому что вот этот ужин, вот это знакомство родителей, оно происходит буквально на первых страницах книги, и оно совершенно не такое страшное, как представляли Ясмин и Джо, ну и, собственно, как мы все представляли. На самом деле все проходит довольно приятно, мирно, все относятся друг к другу с большим уважением и готовы к диалогу. Главная сложность заключается не в отношении этих двух семей друг с другом, а в отношении молодых людей со своими семьями, потому что и Джо, и Ясмин все еще ищут себя, и какие-то комплексы, какие-то страхи, связанные напрямую с их родителями. Например, Джо отправляется к психотерапевту для того, чтобы понять причину своей зависимости и избавиться от нее. Ясмин тоже каким-то образом пытается найти свое место в этой жизни, к ней вообще начинают приходить мысли о том, что на самом деле она не хотела быть врачом, и это исключительно желание ее авторитарного отца. Так что будьте готовы, что вас ждут много конфликтов, дрязг, семейных тайн, грязного белья. Все это перемешано с такими актуальными темами, как феминизм, расизм, намеками на ЛГБТ-линию. Ну, будьте к этому готовы. Я, если честно, не была вовлечена в эту историю, она у меня в наушниках звучала фоном. Единственный момент, который меня действительно зацепил, это раскрытие тайны того, как поженились родители Ясмин. Просто дело в том, что для девушки их брак всегда был примером для подражания. И несмотря на то, что она ни от матери, ни от отца не могла все эти годы добиться какого-то вразумительного рассказа о том, как они познакомились и как они поженились, она всегда знала, ей всегда говорили, что это был тот самый брак по любви, и это было то самое взаимное желание жениха и невесты связать свою жизнь друг с другом. А в действительности это была такая очень сложная эмоциональная история. В общем, я поставила книге Монике Али 6 баллов. Могу вам ее посоветовать, но, опять же, с оговоркой, не смотрите на аннотацию, книга вообще не то, чем она кажется. Анастасия Максимова «Дети в гараже моего папы» Это та самая книга, которая просто переворошила все во мне, вытащила и потом затолкала обратно. Я по-другому даже сказать не могу. Я поставила этой книге 10 баллов, и, конечно, это было что-то потрясающее. Что-то очень больное, очень сложное, эмоциональное, но потрясающее. Вы наверняка можете знать Анастасию Максимову под псевдонимом «Уна Харт». Она выпустила несколько книг в жанре «Янг и даут фэнтези». Это такая ее первая серьезная работа, и сразу тема, как говорится, не в бровь, а в глаз. Я одно время очень увлекалась трукраймом, смотрела разные видео, читала какие-то истории, слушала подкасты. Мне по-прежнему это все очень интересно. И я поняла, что я, как и многие, никогда не задавалась вопросом, почему во всех источниках мы очень много узнаем про самого маньяка, про жертву, про семью жертвы, но никто нам не рассказывает, а что было с семьей маньяка. Потому что у многих маньяков действительно были семьи, были жены, были родители, были дети. И нам никогда не рассказывают, а с ними-то что потом происходило, как они узнали о случившемся, как они отреагировали. И Анастасия Максимова как раз-таки берется за исследование этой темы. Главный герой этой книги молодой человек по имени Егор, ему 16 лет, и однажды он возвращается домой из школы и находит в своей квартире полицейских, которые собираются арестовать его отца по обвинению в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. Чуть позже выясняется, что это не первая его жертва. И на самом деле Егор много лет жил бок о бок с самым настоящим маньяком. Очень интересно наблюдать за тем, как Егор, его мама и старшая сестра относятся к случившемуся, потому что каждый из этих людей занимает свою позицию. Мать уходит в жесткое отрицание. Она считает, что ее мужа подставили, что он не мог такого сделать. И ей все равно на любые доказательства она продолжает его поддерживать. И потом даже мы узнаем, что спустя много лет, когда у матери появляется другой мужчина, она по-прежнему поддерживает контакт со своим мужем, она пишет ему письма, она приезжает к нему на свидание, она собирает для него какие-то передачки. То есть она даже спустя много лет продолжает держать вот эту позицию отрицания. У сестры Егора немного другая тактика. Она как будто бы вырезает этот эпизод из своей жизни, то есть она не говорит об этом, не вспоминает, делает вид, что она не имеет к этому всему никакого отношения. У нее появляется потом семья, муж, ребенок, она вообще собирается эмигрировать в другую страну. И она даже со своими близкими, то есть с матерью и с братом, ни при каких обстоятельствах не поднимает эту тему, делает вид, что ее в этой истории никоим образом не было, и она ее не касается. По сути Егор это единственный человек, который глубоко рефлексирует на эту тему, который чувствует свою вину, для которого, по сути, эта ситуация определяет его будущую жизнь. Очень страшно читать о том, как люди, узнавшие об этой трагедии, понимая, что им не добраться до реального преступника, потому что он до суда сидит в СИЗО, как они набрасываются на его семью. Они буквально не дают проходу семье Егора, не обрушиваются на них в социальных сетях, они постоянно караулят у подъезда, они пытаются что-то сделать дверью в их квартиру. В школе парень сразу же становится изгоем, от него отказываются просто все его друзья, в том числе его девушка. И вообще первая часть этой книги заканчивается тем, что Егора просто у его дома избивает компания каких-то незнакомцев, и он получает довольно серьезные травмы. Но еще страшнее, чем жестокость людей, для меня становится эпизод, когда Егор вместе с матерью впервые приезжают к отцу в СИЗО, уже после того, как его вина доказана, уже после того, как известно, что все эти зверства он творил на их даче, что он держал там этих детей в подвале, что он закапывал их тела на участке. И вот, знаете, как будто такая сцена из почему-то американского фильма, потому что, мне кажется, в российских фильмах редко такое показывают, когда преступник сидит с одной стороны с телефонной трубкой, за стеклом сидит там его семья тоже с трубкой, и вот они разговаривают друг с другом. Егор говорит отцу, что он его презирает, на что отец отвечает, что, по его мнению, это несправедливо, ведь он был хорошим отцом, он обеспечивал свою семью, делал так, чтобы дети всегда были сыты, обуты, одеты, он никогда не бил ни свою жену, ни своих детей, он всегда старался проводить с ними много времени. И Егор ему говорит, ты знаешь, папа, все этого было не надо, достаточно было просто не. И он даже не может договорить эту фразу, ни убивать, ни насиловать детей, он даже не может продолжить. И вот это не, оно повисает в воздухе, и так много в нем сконцентрировано боли, потому что Егор больше не видит перед собой своего отца, перед ним просто сидит какое-то чудовище, которое зачем-то влезло в тело его отца, и пытается что-то ему тут доказать. Он очень четко разделяет для себя эти два образа, то есть ему хочется сохранить с одной стороны память о своем отце, действительно о том любящем, внимательном человеке, но он понимает, что этого человека больше нет, и его место заняло то самое чудовище. Егор еще постоянно мучается от того, что он бесконечно прокручивает в голове какие-то воспоминания, и находит там несостыковки, и находит какие-то странные детали. Он думает, что, наверное, должен был бы обратить на них внимание, но он не обратил, и от этого еще больше погружается в вину. В общем, это правда очень тяжелая эмоциональная книга, поэтому я не хочу ее никому советовать, просто если вы ее берете, знайте, что будет больно, будет тяжело, но оно при этом определенно того стоит. Книга, с которой я провожала свой февраль, «Кто-то плачет всю ночь за стеной» Александра Гермалаева, это вообще мое первое произведение, которое я беру издательства «Дома истории», и очень надеюсь, что дальше будет лучше, потому что этот опыт удачным я назвать, к сожалению, не могу. Я поставила четверку этой книги. Вообще, это сборник рассказов. Место действия обычная, абсолютно общеобразовательная школа в городе Кемерово. Автор нас знакомит, так скажем, со всеми ее обитателями. В школу приходит новый учитель математики, Константин Федорович, и, по сути, мы видим учителей его глазами, потому что он появляется в каждом рассказе. Я тут сразу вспомнила Оливию Китерич из сборника рассказов «Элизабет Страут». Я, кстати, не так давно о нем рассказывала. Там тоже, знаете, было место действия «Небольшой городок». Каждый рассказ — это какая-то новая история, новые персонажи, но в каждом из них так или иначе присутствовала Оливия Китерич. А здесь учитель математики Константин Федорович. Что я могу сказать? Вообще, автор, конечно, мог поместить своих персонажей в любые обстоятельства, в любое место, потому что я искренне не понимаю, почему здесь была выбрана школа, потому что именно школьной атмосферы здесь я как раз-таки особо не заметила. То есть все эти люди могли работать в абсолютно другом месте, и ничего бы не поменялось. Моё второе замечание заключается в том, ну, а где вообще набрали столько странных, озабоченных людей? То есть я не ханжа, и я нормально к этому отношусь, но вот знаете, когда в каждой истории, простите, у персонажей болит одно и то же, ну, я тут как-то даже теряюсь немножко. Я понимаю, что, видимо, Александр Ермолаев хотел нам показать, что учителя, которые для многих являются такими небожителями, потому что эти люди учат, воспитывают младшее поколение, они должны быть таким образцом нравственности, на самом деле, самые обычные люди. Они тоже ругаются, они тоже ищут свою любовь, у них там тоже бывают какие-то свои проблемы, у них бывают зависимости, они курят, пьют, они ругаются матом, то есть это правда вот абсолютно обычные люди, которые живут среди нас с вами. Наверное, единственное, что мне понравилось вообще во всем этом сборнике, это такая, знаете, красная линия, проходящая история с цирком, в город приезжает цирк, и директриса практически в каждой той же истории предлагает своим коллегам, учителям купить билеты в этот цирк обязательно по там какой-то оптимальной цене, там будет показывать жирафа, и я понимаю, что эти люди, они не хотят покупать билеты в цирк, потому что вся их жизнь цирк в этой школе, и вот эта отсылочка, она мне правда очень понравилась, заставила даже в какой-то степени немножко поулыбаться, но вообще я даже вот не могу ни одного рассказа, который мне понравился бы выделить, они настолько какие-то странные, гротескные, пошлые, что мне тут даже, честно говоря, и сказать-то больше нечего. Начну с детективов Юлии Яковлевой, серия про родмистра Мурина, если честно, то эти книги спасли меня в очень сложный момент, вы знаете, когда произошла трагедия в московском Крокус-Сити-Холе, я очень долго не могла отвлечься от этого, я постоянно сидела с телефоном в руке и обновляла новости. В какой-то момент я поняла, что я так долго не продержусь, мне нужно срочно на что-то переключиться, и обычно как раз книги, они для меня такой способ эскапизма, нужно было просто найти что-то такое максимально легкое, но в то же время завлекающее, и я очень рада, что остановила свой выбор именно на этих книгах, потому что они справились со своей задачей отвлечь меня от телефона с новостями просто безукоризненно, я прям провалилась в эти истории. Это что такое? Это тысяча подписчиков, поздравляю вас! спасибо! Спасибо! Красивые! Спасибо! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! Какие новости? Что расскажете? Наверное, стоит пару слов сказать о каждой истории. Вообще, Матвей Мурин мне в какой-то мере напомнил Шерлока, потому что у него тоже есть такой влиятельный брат, его зовут Ипполит, он очень тесно общается с государем и, собственно, брат младший конечно же находится под его протекцией. Вообще, насколько я поняла, Матвею Мурину лет 19, но ведет он себя уже как довольно такой сформировавшийся молодой мужчина. Так вот, в первой части в Бриттере он приезжает в Санкт-Петербург с войны, она еще идет, у него отпуск по ранению есть небольшие проблемы с ногой. Как только он приезжает в город, его сразу же зазывают на какой-то званный ужин, где много всяких именитых персон, и он там знакомится с Корнетом Прошиным. Этот молодой человек тоже буквально недавно вернулся с войны, и вот он находит в нем такую родственную душу. Мурин и Прошин уезжают с этой вечеринки на одном извозчике, но если Мурин направляется домой, то Корнет Прошин хочет продолжить вечер в Игорном доме. Мурин его в этом не поддерживает и едет спать. Наутро к Мурину заявляется сестра Прошина, вся в слезах, говорит, что она не знает, кому ей обратиться, кроме Матвея, и объясняет, что ее брат задержан по подозрению в убийстве женщины в том самом Игорном доме. и Матвей Мурин начинает расследование, при том, что он ни разу не сыщик, но ему поневоле приходится им стать. Еще одна приятная деталь в этой книге, у Мурина появляется такой помощник в виде извозчика Андриана, это абсолютно такой простой русский мужик, но тем не менее он тоже может делать какие-то интересные замечания, и порой помогает Матвею развить какую-то мысль. Таинственная невеста, здесь на дворе уже 1813 год, война окончена, и старший брат Мурина просит его съездить, проверить, как дела в их родовом имении. Матвей переезжает на место и обнаруживает родовое гнездо полностью сожженным и разрушенным, но его берут под крыло местные тетушки, ему приходится на какое-то время задержаться в этом городке, и он узнает, что главная сплетня, главная горячая новость заключается в смерти богатой помещицы Юхновой. Все выглядит довольно подозрительным, и кажется, что мотив был у каждого члена ее семьи, конечно же, наш сыщик не может пройти мимо такого забутанного дела, и снова начинает его расследовать. Случай в Москве это такой приквел к предыдущим двум частям, потому что действие снова происходит в 1812 году, Москву только-только оставила французская армия, и туда заходят первые русские гусары, в числе которых Матвей Мурин, ему поручено патрулировать улицы, и однажды он вместе со своим товарищем оказывается возле полуразрушенного дома, из которого слышатся крики женщины, которая взывает к помощи, конечно же два гусара сразу же забегают в это здание, тут раздается взрыв, в общем, сами понимаете, разрушение, дым, ничего не понятно, женщину находят после этого уже мертвой, но очевидно, что она умерла не из-за взрыва, ее кто-то убил, и Мурин тут опять в общем-то начинает, конечно же, расследовать это дело, несмотря на то, что, конечно, его начальство, его брат абсолютно не воодушевлены этой идеей, пытаются его всячески отговорить, но, конечно, Мурин никого не слушает. Если вы помните, то в начале года я в своих планах хотела как можно больше читать детективов, и мне очень нравится, что я выполняю данное себе обещание, поэтому, кроме детективов Юлии Яковлевой в марте я прочитала первую часть трилогии шведского писателя Николаса Натудага 1793 в переводе Штерна. Пока не знаю, когда я вернусь к этой трилогии, потому что, мне кажется, нужен небольшой перерыв, но первая часть меня абсолютно очаровала, я поставила ей девятку, и если, конечно, сравнивать ее с детективами Юлии Яковлевой, сравнивать с тем, как здесь проработан сеттинг, как здесь автор описывает вообще эпоху, в которой разворачиваются события, то, конечно, 1793 стоит на порядок выше. Ну, Юлия Яковлева тут уж извините меня. Меня предупреждали, что в книге полно всяких мерзостей, но я отмахивалась и говорила, что я, в общем-то, к этому привычная, меня вообще мало что может напугать, это на самом деле так, но эта книга, конечно, меня удивила, потому что было здесь пару-тройку моментов, в которые я просто сидела с огромными глазами и думала, ничего себе, как вообще можно было о таком еще и так подробно написать. Я была, правда, в шоке, и это приятный шок, потому что, ну, сложно, наверное, меня вот чем-то таким удивить, но Николас на туда все-таки смог. Первое, что мне хочется похвалить, как я уже говорила, очень хорошо проработанный сеттинг, то есть мы находимся в Стокгольме и бродим по не самым приятным его улочкам, там грязь, там смрад, там не везде горят фонари, мы часто, если следим за героями в вечернее время, встречаем на улице падших женщин, и ладно бы еще женщин, но многие из проституток это, очевидно, маленькие девочки, которые больше не находят никакого способа заработать себе на хлеб, это правда все очень ужасно, отвратительно, но, знаете, я даже какое-то удовольствие испытывала, потому что в этот момент я сидела дома, мне было очень тепло, в руках была чашечка чая или кофе, а я читала вот про все эти ужасы, там еще и дождь всегда шел на фоне, очень склизко, очень мокро, противно, и, знаете, вот за счет такого контраста, да, я получала даже какое-то удовольствие, если говорить о сюжете, то он правда довольно непредсказуемый, главные герои, собственно, те, кто будут расследовать дело, это тоже такие очень колоритные персонажи, первый герой это Микель Кордель, он ветеран, инвалид, был на войне, потерял там руку, теперь ходит с протезом, он большой любитель выпить и подепоширить, работает пальтом, или, как их еще называют, сепарат-стражником, это те самые люди, которые следят, чтобы на улицах не было как раз таки открытой проституцией. А второй герой это такой, знаете, Шерлок Холмс Сесил Винген, он болен чахоткой, болен очень тяжело, постоянно мы слышим его кашель, постоянно нам тут автор описывает его кровавые платки, по-моему, его судьба здесь как будто бы уже очевидна, но он на последнем издыхании принимается за это дело. Тут надо как раз таки отметить, что труп впервые обнаруживает Микель Кардель, какие-то беспризорные мальчишки зовут его и говорят, что в заводе видели человеческое тело, и когда Микель достает его из воды, то нам, конечно, представляется какая-то ужасная картина, я не буду это подробно описывать, мне кажется, ютуб меня за такие подробности заблочит, но если говорить кратко и завуалированно, совершенно очевидно, что над этим человеком очень-очень долго издевались и измывались, причем делали это очевидно в тот момент, пока он еще был жив, это прямо правда очень-очень страшно, и вот эти два человека очень случайно соединившиеся начинают сначала устанавливать личность погибшего, а потом пытаться найти какие-то концы, напасть на какой-то след, чтобы понять, кто этого несчастного таким образом убил. Помимо двух главных героев мы будем наблюдать еще за парой человек, это один парень и девушка, они так или иначе связаны с этим убийством, но при этом у каждого из них есть своя история, за которой тоже очень интересно следить. Еще из плюсов мне понравилось, что в этом издании есть карта, если вы там очень хорошо на ней ориентируетесь, то можно наблюдать за передвижением персонажей, что тоже, на мой взгляд, довольно интересно. Вообще всячески советую, знаю, что говорят, мол, первая часть у Николаса Лодага очень сильная, остальные слабее, но вот я на своем опыте удивилась, что правда первая часть очень-очень крепкая, если вы не боитесь каких-то очень мерзких описаний, но любите при этом детективы, особенно скандинавские, то мне кажется определенно стоит попробовать. Ну и наконец последняя книга в бумаге, которую я прочитала в марте, это медицинский нон-фикшен Адама Кея, Будет больно, история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры. Мне кажется, что названием здесь, в общем-то, все сказано, это правда, такой сборник разных медицинских кейсов и операций, с которыми сталкивался Адам Кей. Мы знакомимся с ним, когда он еще только интерн, а книга заканчивается тем, что он уже стал старшим ординатором. Здесь есть как очень забавные истории, ну забавные, конечно, относительные, вообще, когда людям больно, мне кажется, это не может быть забавно, но все равно у автора есть чувство юмора, и он постоянно нам дает об этом знать, рассказывает истории очень так легко, очень по-доброму, ну и, конечно, здесь много случаев, за которые ты прямо реально начинаешь переживать. Не знаю, как вообще относиться к решению Адама Кея, в том смысле, что он был действительно очень хорошим, талантливым специалистом, но после одного неприятного случая, который здесь тоже описывается, он принял решение уйти из профессии, естественно, это произошло не сразу, какое-то время он мучился таким посттравматическим стрессовым расстройством, но все-таки решился, и сейчас работает сценаристом, пишет книги, по его сценариям снято уже несколько сериалов, и, конечно же, стоит отметить, что и по этой книге есть чудесный сериал, я про него очень много слышала, специально не смотрела, чтобы не лишать себе удовольствия сначала прочитать книгу, а потом посмотреть, теперь я наконец-то могу это сделать, рекомендовать эту книгу точно буду всем тем, кто интересуется вот этой врачебной медицинской тематикой, но, опять же, если вы очень чувствительны к таким подробным физиологическим описаниям, вам точно читать эту книгу не стоит. Единственное, за что могу, наверное, ее поругать, но это даже не поругать, это какое-то чисто лично мое пожелание, мне просто всегда в таких книгах, где врачи делятся своим опытом, очень важно тоже понимать, что они за люди, то есть, чем они занимаются за пределами больницы, что они делают, когда у них заканчивается рабочий день, поэтому в этом смысле мне, наверное, очень близки истории Алексея Моторова про его доктора Паровозова, где тоже всякие кейсы и ситуации из его врачебной практики перемежаются с реальными историями из его жизни, из его детства, из его юности, и тут как-то вырисовывается уже какой-то портрет, какой-то образ человека, вот у Адама Кея мне, если честно, этого не хватило, хотя там по каким-то полунамекам, по каким-то вкраплением, тоже можно было, конечно, догадаться, что там у него в жизни происходило параллельно с врачебной карьерой, но все-таки хотелось бы какого-то более, что ли, развернутого рассказа об этом, но в целом книжка классная, поставила я ей восьмерку, очень, правда, рекомендую. Роман Перл английской писательницы Шан Хьюз в переводе Дарьи Ивановской, если честно, то для меня эту книгу не спасла даже прекрасная начитка моей любимой Галины Юзефович. Мне было откровенно скучновато. Знаете, это тот текст, в котором форма превалирует над содержанием, то есть действительно написано и переведено очень здорово, такой легкий, воздушный, витиеватый кружевной текст, но за ним как будто бы ну лично я не нашла ничего особенного. Это история о девочке Марианне. Ей было 8 лет, когда ее мать вышла за порог дома и не вернулась, оставив мужа и двоих детей. У Марианы был еще младший брат. и мы не знаем, что с ней случилось. И Марианна на протяжении всей своей жизни задается этим вопросом. Она задается им, когда ей 8, она задается им, уже будучи подростком, она задается им, уже будучи взрослой женщиной, которая сама стала матерью и родила дочь. То есть она реально думает об этом на протяжении всей своей жизни. это ее травма. И ответ на этот вопрос она пытается найти в самых разных местах. Она пытается его добиться от самых разных людей, но, к сожалению, так его и не находит. Если честно, после прочтения Голландского дома мне эта книга показалась вторичной. Если вы читали Голландский дом, вы, наверное, тоже заметили схожесть этих двух историй, брат и сестра, ушедшая мать, которая никому ничего не сказала и просто вообще растворилась, как будто ее никогда и не было. В Голландском доме истории непосредственно дома, конечно, больше времени уделяется, но в книге Перла дом тоже имеет какое-то значение. Семье приходится его в какой-то момент покинуть, Марианна постоянно в него возвращается, не может отпустить. В общем, честно скажу, я поставила шестерку, как-то мимо меня пролетела книга, при том, что текст правда красивый. Мне очень понравился авторский прием, когда писательница перед каждой новой главой размещала какую-то потешку, пословицу, присказку, такую детскую слова из какой-то песни или стихотворения. Все это отсылало нас к тому времени, когда Марианна была счастлива со своей мамой, и та ей постоянно что-то рассказывала, занималась ей, уделяла ей внимание. Это, конечно, очень-очень трогательно и очень больно, что девочка всего этого лишилась. Его последние дни Рагима Джафарова. Наконец-то я добралась до этой книги, хоть она и довольно странненькая, я тоже вас об этом сразу предупреждаю, но я правда ни о чем не жалею, и поставила ей восьмерку. Хотела поставить семерку, но, слушайте, там такой разрывной финал, ну, правда, я таких финалов даже не могу припомнить, где я настолько вообще поражалась сюжетному повороту в финале. При этом, когда я слушала эту книгу, я у кого-то на ютубе смотрела как раз видео про нее, и девушка там в видео предупреждала, что будьте готовы к тому, что развязка вас шокирует, я такая думаю, ну, все, я готова, развязка меня шокирует, но казалось, что я вообще была не готова, и меня развязка шокировала настолько, что я прям забыла, как дышать, но давайте немножко вернемся к сюжету. Главный герой это писатель, который хочет написать книгу, о психиатрической больнице, то есть не совсем о психиатрической больнице, но она там так или иначе будет фигурировать, и для того, чтобы у него это достоверно получилось, он решает симулировать попытку свести счеты с жизнью, самостоятельно прийти к врачам, рассказать о том, что вот он собирается это сделать, и чтобы его, таким образом, обезопасив, поместили в это прекрасное заведение. У него план срабатывает, его, значит, оформляют в психушку, но буквально через пару дней он понимает, что, ну, вообще-то, наверное, книга того не стоит, он не хочет здесь находиться, поэтому он раскрывается и врачам, и санитарам, он говорит, что сюда его поместили из-за того, что он соврал про суицид, на самом деле ничего такого он совершать не хотел, он абсолютно нормальный, здоровый человек, но, вы знаете, было очень легко попасть в психушку, а вот выбраться оттуда, наверное, не очень, потому что все не реагируют. На его откровение говорят, что вот сколько нужно ему еще здесь пролежать по врачебному плану, столько он здесь пролежит. Тогда наш писатель ищет другой выход, оказывается, что у него была договоренность с одним человеком, что если вдруг ему нужно будет выйти из больницы раньше срока, то есть раньше того, как его отсюда соберутся выписывать, он просто позвонит этому человеку, и тот его вытащит. И вот наш писатель, значит, звонит своему, так сказать, пособнику, пособник не берет трубку, он звонит ему раз, два, три, тот не берет трубку, и в какой-то момент просто присылает ему смс-ку, что, мол, извини, я считаю, что тебе действительно стоит пройти курс лечения, так для тебя будет лучше. Писатель в шоке, он не понимает, что ему делать, но все-таки решает, наверное, смириться и продолжает писать свою книгу. Интересно то, что он пишет свою книгу о писателе, который попадает в психиатрическую больницу, и там начинает писать книгу про еще одного писателя, то есть у нас тут такая прям матрешка, роман в романе еще в романе, роман в кубе. Это, да, звучит очень сложно, очень странно, но когда вы это читаете или слушаете, на мой взгляд, там все понятно, потому что герои вот этих романов, они сильно друг от друга отличаются, ну и не так уж часто нам там приводят выдержки из этих произведений. В общем, не бойтесь, не запутайтесь, все нормально. Неровно шла эта история. Сначала я была прямо очень в нее погружена, мне было очень интересно, особенно в тот момент, когда провалились все попытки писателя выбраться из психиатрической больницы. Мне было ужасно интересно, что он там будет делать. Но потом, знаете, там было очень много каких-то его диалогов с врачом, таких местами философских, местами странных, не всегда законченных, что я начала откровенно немножко скучать. Но финал меня настолько взбодрил, что я прям правда считаю эту книгу достойной внимания и рекомендую вам к ней присмотреться. Потом я прочитала две книги от издательства Самокат, которые вышли в серии «Недетские книжки». Это два довольно маленьких, опять же, романа, которые можно вполне прочитать за вечер, но они поднимают действительно важные темы, о которых можно и нужно говорить, в том числе с детьми. Первая книга — это уже такая классика молодежной латиноамериканской прозы. Это роман «Глаза Хаски» аргентинского писателя Антонио Санта-Ана. Его перевела Дарья Синицына. Эта книга впервые входит в Россию. Вообще она была написана в 1998 году, то есть уже 26 лет прошло с той поры. Но мне кажется, что та тема, которая там затрагивается, она по-прежнему табуирована во многих обществах в российском вот уж прям точно. Мы смотрим на эту историю глазами маленького мальчика, у которого был старший брат, 18-летний Эсекьель. В какой-то момент Эсекьель перестал жить с ними в одном доме, куда-то пропал, и родители перестали вообще о нем вспоминать и запрещали о нем разговаривать. Мальчику стало интересно, почему это произошло, и так он выяснил, что у его брата спит. И от него действительно отвернулась вся семья, за исключением бабушки, которая продолжала ему помогать. Он с тех пор живет отдельно, не общается с родственниками. И когда стало очевидно, что невозможно скрывать, что с их старшим сыном что-то происходит, постоянно поступали, видимо, какие-то запросы, родители начали лгать о том, что у Эсекьеля лейкемия. То есть им настолько было стыдно и страшно признаться и другим, и, наверное, в первую очередь себе, что у их сына это болезнь, что они начинают просто лгать, чтобы каким-то образом держать лицо. И этот мальчик, который главный герой, его, конечно, очень тянет к брату, ему действительно интересно проводить с ним время, и он начинает периодически приходить к нему в гости, и у них довольно-таки трогательные взаимоотношения. При этом мы понимаем, что Эсекьель очень тяжело болен, что ему недолго осталось. И, конечно, потрясает один из их разговоров, который, кстати, объясняет, почему роман называется именно «Глаза Хаски». У Эсекьеля есть собака, как раз-таки Хаски, и когда он однажды гуляет со своим младшим братом, он ему говорит, знаешь, с тех пор, как я заболел, я не могу смотреть в глаза другим людям, потому что каждый раз в их глазах я вижу что-то очень неприятное. У кого-то это страх и боль, у кого-то это жалость, но когда я смотрю в глаза своей собаки, я вижу себя таким, какой я есть, потому что моей собаке абсолютно все равно, чем я болею, и я просто ее любимый человек. Я поставила этой книге семерку. Честно, хотелось больше, но, знаете, мне немножко не хватило как раз-таки того объема. Мне хотелось все-таки как-то больше разобраться в этих героях. Мне не хватило мнения родителей. Ну, то есть, да, мы знаем, как они относятся к Эсекьелю, мы знаем, что они вычеркнули его из своей жизни, но мне бы все равно как-то хотелось покопаться и понять, а что у них в этот момент в голове. Мне не хватило, опять же, там линии с бабушкой. Мне не хватило вообще истории, как Эсекьелю знал про свою болезнь, как он вообще довел ее до состояния СПИДа, потому что сейчас-то мы знаем, что там если человек заражается вирусом иммунодефицита человека, то есть ВИЧ, там есть возможность принимать какую-то терапию, и есть возможность даже рожать здоровых детей, быть полноценным членом общества, не доводя до СПИДа. Понятно, что тут мы говорим про 98-й год, когда это все еще не настолько развито, но все равно правда интересно, как он вообще довел себя до вот такого страшного состояния. В общем, много у меня вопросов, которые остались без ответов, но в целом я правда могу рекомендовать эту книгу, и я рада, что она вышла именно в детском издательстве, пусть и в серии «Недетские книжки», с детьми тоже можно и нужно разговаривать на эти темы. И вторая книга называется «Я собачка», написала ее Вика Войцек. Вот это, конечно, был очень для меня какой-то травматичный опыт. Я, если честно, до прочтения этой книги даже не знала, насколько меня почему-то триггерит тема пропавших детей, но она меня правда очень триггерит, потому что как только я прочитала первую строчку, продается игрушечная собачка, БУ 8 лет. Я сразу же вспомнила историю с Авито. Если вы не помните, то в 2022 году на Авито появился ряд очень странных объявлений, где люди продавали игрушки вот с подобным описанием, и была целая теория, что таким образом педофилы просто продавали детей. И несмотря на то, что вроде бы как эта конспирологическая теория не оправдалась, во мне все равно живы все эти воспоминания, потому что я тогда испытала вообще абсолютный ужас, мне было очень страшно, что такое вообще происходит в нашем мире, и все эти страхи, они во мне остались. Когда я взяла эту книгу и прочитала эту первую фразу, я подумала, так, окей, может быть, не надо, но я все равно продолжила. На первых страницах мы знакомимся с девочкой по имени Марина, ей 8 лет, и ее мама отправляет ее в безопасное место, потому что в их родном городе стало уже опасно находиться, и в эту поездку с ней отправляется, видимо, какой-то знакомый их семьи. Марина даже не знает, как его зовут, она называет его толстый дядя, на какой-то остановке толстый дядя решает выйти из поезда, там, по своим делам, может быть, что-то купить, может быть, покурить, может быть, еще по каким-то причинам, и он договаривается встретиться с Мариной в обозначенном месте, и вот Марина его ждет, а дядя все не приходит и не приходит. Вдруг рядом с ней останавливается очень симпатичная, приятная молодая женщина, которая начинает ее расспрашивать, говорит, а что она тут делает, а с кем она едет. И когда Марина ей рассказывает, что вот она ждет толстого дядю, эта женщина говорит, ой, так я же его знаю, это же он меня к тебе прислал, чтобы я тебя отвезла в безопасное место, где ты побудешь пока какое-то время, а потом мама тебя заберет. И девочка соглашается, эта женщина просто сажает ее в машину и привозит в непонятную квартиру, там живет ее мать, а Марина обнаруживает там в одной из комнат мальчика, прикованного к постели, его зовут Саша, ему лет 12, и позже Марина также узнает, как он получил вообще те травмы, после которых он оказался в этой постели, и тут меня вообще жестко долбит тревога, потому что я постоянно жду, что с этой девочкой сейчас что-то случится. Интересно, что автор вводит в эту книгу еще такой сказочный нарратив, то есть мы читаем о том, что происходит с Мариной, и вот это реальное повествование, оно периодически прерывается вот такой сказкой, эту сказку, я так понимаю, придумывает сама для себя Марина, чтобы как-то объяснить, что вокруг нее происходит. И, честно говоря, я эту сказку просто читала по диагонали, возможно, она как-то тоже здорово и интересно написана, может быть, можно там в ней что-то почерпнуть, но я старалась прочитать ее как можно скорее, чтобы вернуться уже вот к этому реальному повествованию, потому что мне было важно следить вообще, что происходит с этой девочкой, чтобы, не дай бог, с ней ничего плохого не случилось. Как заканчивается эта книга, я говорить не буду, но абсолютно точно могу сказать, что опять же это суперважная тема, которую нужно обсуждать со своими детьми, и будет, наверное, здорово, если вы дадите им прочитать эту книгу, чтобы они вообще понимали, насколько это опасно заговаривать на улице с незнакомыми людьми, и уж тем более идти с ними куда-то, садиться в незнакомую машину. У следующей книги очень длинное название «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» «Кто я? Дениска из рассказов?» или «Денис Викторович Драгунский?» или «Оба сразу?» Как вы можете догадаться, это автобиография, которую написал Денис Драгунский. Я думаю, что многие из нас в детстве читали рассказы его отца, писателя Виктора Драгунского, главным героем которых был неизменный Дениска Кораблев. Я так их точно обожала, перечитывала не раз, мне очень нравились какие-то фильмы, снятые по мотивам этих рассказов. И тут я решила, так сказать, познакомиться наконец-то с автобиографией того самого Дениски, где он как раз-таки пытается осмыслить, что в рассказах его отца было правдой, что было придумано, ну и, собственно, рассказать нам о том, как оно всё было на самом деле. Очень приятная книга, я её слышала в исполнении актёра Александра Феклистова, мне кажется, что ей тоже очень подошла эта озвучка. Такая максимально она заземляющая, подходит для каких-то длинных поездок. Тут прям мы с самого, так скажем, начала, с самого детства, не то, что Дениса Драгунского, а с самого детства его отца, Виктора Драгунского, постепенно начинаем знакомиться с этой семьёй, с которой происходило, конечно, много всего интересного. Если вы любите мемуары, биографии, автобиографии, то эта книга прям правда стоит вашего внимания. Интересно, как я вообще набрела на этот роман? Я услышала, что снимается сериал Аутсорс как раз-таки по мотивам одной из повестей Дениса Драгунского. Тут я забыла отметить, что вообще-то он, как и его отец, стал писателем и журналистом. Повесть называется «Дочь военного пенсионера». Я сразу скачала себе сборник, куда вошла эта повесть, и хотела читать его. Но тут мне Bookmade предложил эту книгу, и я подумала, почему бы мне сначала не познакомиться с самим писателем непосредственно, а потом уже с его произведениями. И я не жалею вообще ни одной секунды потраченного времени на эту книгу. Я ей поставила твердую девятку, даже захотелось мне купить ее в бумаге, чтобы кому-то потом подсунуть ее, тоже почитать. Правда, очень интересно, очень увлекательно. Если вам нравится этот жанр, то прямо искренне советую. Я, кстати, ошиблась, когда сказала, что книга Адама Кей это последняя бумажная книга в этом ролике. Забыла про то, что оставила она сладкая. «Весер уносят мертвые листья» Екатерина Манойла, одна из главных, но при этом одна из самых вообще неоднозначных. Я, когда закрыла эту книгу, я вообще, правда, не понимала, как я буду про нее рассказывать. Я даже запостила такой смешной пост в Телеграм вместе с фотографией моего зевающего кота, который тоже вообще не понимает, что происходит. Я не понимала долгое время вообще, как к ней относиться. Я не понимала, она мне понравилась или не понравилась. Ну вот, вроде бы, больше понравилась, но при этом я не понимаю, какую ее оценку ставить. Я оценку ей не ставила, наверное, целую неделю. потом я поставила ей восьмерку, потом я сменила ее на семерку, потом опять на восьмерку. И вот, когда садилась записывать этот ролик, все-таки опять вернулась к семерке. У меня такого вот с книгами давно не было, чтобы я искренне не понимала, как я к ним отношусь. И самое интересное, что я вам даже не могу рассказать, о чем эта книга, потому что если там вдаваться в сюжет, это уже будут спойлеры, это будет неинтересно читать, а читать это просто невероятно интересно, вот это я вам точно могу сказать. Это книга, в английском есть такое выражение Page Turner, это когда ты прям вот перелистываешь, перелистываешь, тебе интересно, что дальше, ты не можешь остановиться. Я вот не знаю, как его на русский, если честно, правильно перевести, но вот это такая книга переворачиватель страниц. И я ее начала читать вечером 30-го, и у меня была даже грешная мысль, может быть, не ложиться спать и дочитать эту книгу, ну, потому что невозможно бросить ее на самом интересном месте, там полно всяких клиффхенгеров, и каждая глава заканчивается каким-то новым поворотом, и, конечно же, тебе нужно еще, еще, еще. Но все-таки я легла спать, зато 31-го я просто максимально быстро в первой половине дня разделалась со всеми своими делами, чтобы вернуться опять к этому роману. Вы помните, как я люблю дебютный роман Екатерины Манойла «Отец смотрит на запад». Так вот, эта книга вообще на него не похожа, как будто писали совершенно разные люди, и мне это нравится. Мне нравится, что писательница может быть такой разной. в романе «Отец смотрит на запад», знаете, такое повествование очень вязкое, тягучее, плавное. В этой книге вам просто вздохнуть некогда. Она настолько динамичная, в ней столько всего происходит, что это просто в голове не укладывается. Если все-таки говорить о сюжете, я поняла, почему самой даже писательнице было сложно рассказать, о чем эта книга. Я на прошлом нонфикшене в декабре была как раз на дискуссии с Екатериной Манойло, в ходе которой обсуждался этот роман, и ее попросили коротко описать сюжет. Она сказала, вы знаете, это практически невозможно, чтобы что-то не заспойлерить. И я помню, что Катя сказала примерно это. Осень, ветер закручивает мертвые листья. Одна из главных героинь по имени Луиза, но все ее называют Изи, выходит из школы, видит во дворе машину своего отца, но на водительском сидении замечает свою старшую сестру Нюкту. Изи садится в машину, и Нюкта ей говорит, я это сделала. И когда Луиза спрашивает, что именно она сделала, Нюкта ей отвечает, я убила отца. Дальше я вам не скажу ничего, но тут нужно знать, что девочки уже долгое время живут с деспотичным отцом. Мать однажды уехала в Париж и решила не возвращаться из Франции. Ну, то есть, она просто уехала и сообщила, что больше она в семью не вернется. И девочек с этого момента воспитывал отец. Методы воспитания, конечно, волосы дымом встают, он очень часто бил младшую Изи, он очень часто насиловал старшую Нюкту, и девочки начали задумываться о том, чтобы как-то избавиться от этого гнета, у них начали появляться мысли об убийстве, тем более они следили за делом сестер Хачатурян, здесь это напрямую говорится, поэтому убийство отца не стало для младшей сестры каким-то сюрпризом. А дальше нас ждет абсолютно сногсшибательное роуд-муви, там появится еще очень много всяких героев, и опять же повторюсь, будет совершенно невозможно оторваться от этой книги. Вы спросите, почему же я поставила книги семерку, если все так здорово, так интересно, так классно? Мне показалось, что писательница не совсем раскрыла своих героев. У меня, например, очень много вопросов к сестрам, главным героиням, мне не всегда понятны их мотивации, их поступки, их мысли, мне не совсем понятно в какие-то моменты, что они чувствуют. Появляются другие побочные персонажи, например, дядя девочек, очень странный тип, у него там свои какие-то понятные мотивации, но опять же мне не хватило этого персонажа. В какой-то момент даже появляется мать девочек, с ней более-менее понятно, но все равно непонятно. В общем, мне не хватило какой-то глубины, мне не хватило раскрытия персонажей. Опять же, если вспоминать отец смотрит на запад, то там, мне кажется, было сработано с этой точки зрения как-то более четко, более правильно. но рекомендовать эту книгу или нет, тут тоже большой вопрос для меня, если отца я могла посоветовать, то с этой книгой тоже не знаю, что делать, мне кажется, не всем она понравится, но опыт классный, то, что писательница может так перевоплощаться, это здорово. что будет дальше, что будет в третьей книге, ну, посмотрим. Продолжаю следить за творческим путем Екатерины Манойла, мне правда очень импонирует эта писательница. Даже не верю, что мы наконец-то справились, надеюсь, что вы не спите, надеюсь, что вы еще не выключили это видео. С другой стороны, я всегда оставляю тайм-коды, чтобы вы могли что-то проматывать и смотреть какие-то были наиболее интересны. Не забывайте, конечно, о розыгрыше, участвуйте, мне кажется, это правда классная возможность купить себе какую-то долгожданную книжку. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк этому видео, это очень большая поддержка для меня. Не забывайте про мой телеграм-канал, который наконец-то ожил, наконец-то я стала регулярно вас чем-то радовать. Ссылочка, как всегда, будет в описании к этому видео. Напишите в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, о чем я сегодня рассказывала. Может быть, после моего сумбурного рассказа он не мог, наверное, быть другим, потому что я не представляю, как вместить в одно видео 14 книг. В общем, если вам что-то приглянулось после моего рассказа, тоже обязательно об этом напишите. Ну, а я буду с вами прощаться. До скорого, увидимся, пока!